всем здравствуйте с вами на связи линии я приветствую вас на своем канале многие из вас сегодня скажет олень что произошло да вы как будто бы немножко устали да и ну такой по крайней мере кажетесь на самом деле этот окно причина скорее всего в переменах погоде вот у нас немножко стало попрохладнее прохладнее в моем понимании чисто субъективным то есть для кого-то 15 градусов это нормально это окей для меня это прохладно и мне даже холодно я очень теплолюбивый человек и поэтому мой голос уже не звучит так звонко и ярко я бы сказала как в те дни когда температура чуть выше я не говорю чтобы она была вот прям жаркой жаркой вот но все равно чуть-чуть потеплее хотелось бы и так сегодня расклад я назвала чему нас вас и нас и меня до научили ваши трудности идея послужила я не помню в каком комментарии с кем я разговаривала по-моему даже с эльвирой и мы говорили о том что достали уже все эти перемены вот этого постоянного обучения обучения учимся ли мы вообще чему-то да если у нас какие-то результаты можем ли мы что-то в себе отследить потому что в тот момент когда мы сеем семена в тот момент когда мы работаем над собой результатов не может быть да то есть должно пройти какое-то время чтобы мы заметили до результаты чтобы они как-то вот материализовались за приобрели 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 некоторую форму и вот мне захотелось все-таки посмотреть научились ли мы вообще чему-то научили ли вас чему-то ваши трудности ваши сложности ваша работа над собой если какие-то результаты и у нас будет вот так вот выглядеть позиции камешки красненькие голубенькие и зелененькие 1 2 и 3 позиции напоминаю что на следующей неделе в пятницу бу я буду проводить пятничную акцию можете присылать целая явки заранее любая вся вся информация любая все сегодня я заговариваюсь как последнее время наверное потому что я действительно устала вот я просто записываю очень много видео вам кажется да что они выходят в определенные дни с определенной периодичностью на самом деле я их записываю наперед вот но будем надеяться что мое состояние никак не повлияет на качество расклада об этом не напишите и расскажите вы и так надеюсь время было достаточно на тайм-коды тоже есть в описании к видео мы с вами приступаем позиция номер один чему вас научили ваши трудности во первых я могу сказать что вы действительно проводили какой-то анализ над ситуацией то есть не просто так вам было трудно да вы нашли какое-то решение и все пошли дальше своим путем нет вы однозначно останавливались анализировали размышляли по поводу вашей ситуации до что привело туда первое что вы поняли это касательно своей цикличности то есть это может быть осознание понимание своих сценариев которые вас вводят в эту состояние давка в моменты трудности то есть ваши трудности возможно они какие-то вот связаны с периодичностью да то есть либо вы ходите по одному и тому же сценарию и вы стали замечать стали отслеживать это что вот ситуация повторяется да либо люди приходят периодически и ну вот с появлением с их появлением вашей жизни наступают какие-то трудности да либо вы осознали что жизнь сама по себе циклично и всегда есть подъемы до взлеты и падения и вот это вот само понимание именно вот этой цикличности да что белая полоса потом черная полоса она как будто бы вас расслабила то есть в контексте того что ну окей я может быть потерплю может быть приму какие-то решения то что-то сделаю совершу какие-то действия поступки вот и потом обязательно придет что-то хорошее в моей жизни да и ситуация изменится как говорится выражение и это тоже пройдет да то есть все проходит все ничего не бывает постоянно и вот это вот понимание да а она исходя из ваших трудностей она помогает вам смотреть на ситуацию иначе то есть вот эти вот у вас изменились взгляды отношения ко всему во первых и стали более зрелым человеком в контексте ответственности да то есть вы понимаете если я не хочу ничего делать то конечно же результат у меня будут одни но в любом случае перекладывать на кого-то ответственность не получится да то есть избегать убегать от решения ситуации у вас тоже не получится то есть непосредственно само взросление также вы понимаете что волнение переживания ни к чему хорошему не приводит что да вы можете как-то себе позволить какие-то период в периоды жизни может быть некое уныние упадок но как правило только в те моменты когда вы находитесь в спокойном состоянии ровном состоянии да только тогда вы можете принимать решение очень правильное решение то есть вот эти вот все понимания такие осознание скорее всего до больше психологического я бы сказала такого формата да то есть ваши трудности научили вам изменили как-то ваше восприятие да что когда у вас не бывает сил и как-то нету возможности решить задачу вам уже не чуждо отстраниться от нее отойти немножко передохнуть то есть вы уже себе это позволяете как-то отдохнуть передохнуть и вот и дальше двигаться иногда бывает вы замечаете в себе даже то насколько вы бываете слишком требовательно к себе да то есть ваши трудности научили вас снижать как будто бы план куда своих собственных желаний что всегда бывает в жизни такие моменты что мы либо не время да либо вообще нам это не нужно то есть мы не всегда получаем то что мы хотим даже если мы прикладываем к этому очень много усилий и стараний потому что ну не все нам бывает нужно также но ситуации трудности научили вас тому что иногда когда вы добиваетесь прям знаете вот когда очень сильное желание получить в конечном итоге когда вы получаете то к чему вы стремились это не приносит вам никакого удовольствия и вот здесь вот этот вот градус накал какой-то вот эмоциональности да я могу сказать что вот с эмоциями вы как будто бы поработали как будто бы здесь у вас не то чтобы вы успокоились а уже становитесь менее эмоциональными что ли как-то легче стали относиться к ситуации а вот в контексте эмоции то есть не так ярко не включаетесь эмоционально ситуации которые у вас проходили до вот эти вот трудности также вас научили либо развили либо как-то вот вы ощутили скорее всего знаете свою какую-то собственную силу во первых это связано с тем что вы научились правильно говорить в контексте высказывание корректно и по существу того что вы хотите своих собственных желаний вы научились об этом говорить вы научились совершать первый шаг до к тому чему вы хотите также кто-то поработал здесь над своей самооценкой то есть у вас уже есть понимание ценности себя то есть вы уже не тот человек который был раньше и не позволяете себе и другим людям общаться с вами дали бы вести себя так как вам не не нравится не хотелось бы то есть вы как будто бы научились на вот здесь вот акцент был именно на вербальное выражение своих собственных желаний то есть возможно раньше вам сложно было озвучить то что вы хотите возможно вы как-то но вот были трудности именно в общении именно выражение своего слова чему еще вас научили трудности знаете с умением я бы сказала определяться самые критичные такие критические моменты в своей жизни то есть что вам нужно делать уметь скорее всего очень быстро и не просто как попало а именно быстро как будто бы по существу принимать решение знаете вот как в мчс сложная ситуация и ты не сидишь и думаешь там что мне нужно сделать да как помочь человеку нет а если вот как будто бы какие-то точные четкие шаги либо какие-то правила инструкции которым нужно соответствовать для того чтобы помочь другому человеку до службы на ситуацию но здесь вы как будто бы научились в своих сложных и трудных ситуациях очень правильно и верно принимать решение кроме того что вы умеете просчитывать на несколько шагов но вот здесь вот в критические моменты да у вас как будто бы знаете слово крутится я его не знаю как модифицироваться я не знаю что это значит я не могу понять почему это слово крутится в моей голове мобилизироваться мобилизируется скорее всего знать потому что иногда слова есть и я их вроде бы как-то понимаю но не успеваю улавливать вот вы как будто бы стали более мобильными да моли намного как-то вот быстрее принимаете решение вот ваша жизнь она не то чтобы она стала легкой она стала проще вот так давайте скажу да почему потому что вы уже не метаетесь до сложных ситуациях что выбрать как выбрать да у вас уже нету вот этого вот страха что-то разрушить да от чего-то отказаться вам уже намного проще становится делать какой-то определенный выбор здесь знаете очень многое было оставлено позади и вы вот вопрос самооценки я не случайно ранее произнесла почему потому что здесь вот присутствовала какая-то все-таки у вас неуверенность она может выражаться как я не знаю в становлении себя в социуме да то есть умение проявлять себя но присутствовала какая-то неуверенность сейчас да вы уже как-то во первых вы стали менее зависимыми от мнения и критики других людей да вот как-то как будто бы обрели опору внутри себя я не могу сказать что вы полностью абстрагировали да и мнение других людей вас никак не цепляет цепляет но еще раз повторюсь и скажу что отношение ко всему вас изменилось то есть ранее возможно вы бы боялись совершить первый шаг была бы какая-то неуверенность да в себе сейчас вы уже как будто бы преодолеваете эту неуверенность да то есть невзирая на что-то либо вопреки чему-то вы все-таки продолжаете двигаться вы продолжаете совершать шаг за шагом и вот это вот мотивирует вас скорее всего некое такое любопытство до интереса непосредственно к самой ситуации интерес к жизни то есть вам нравится жить сложно я не чувствую что вот в единичек такая легкая прям жизнь либо судьба нет достаточно сложная трудно но вот вы все равно не теряете интерес к жизни да все равно ваши глаза еще иногда загораются вот прям особенно когда есть на аванс сцене какие-то там авантюры что-то вас интригует да вот этот вот игра вот этот вот флерда что-то придумать какие-то идеи реализовать тогда вы зажигаетесь да тогда вы включаетесь но опять-таки невзирая на это все вы все-таки продолжаете двигаться дальше и стали чуток увереннее да то есть вас вы как будто бы обрели опору внутри себя и вот это вот опора помогает вам в трудные моменты двигаться дальше чему еще вас научили ваши трудности здесь попадает карта рождения и карта ангела знаете вы как будто бы стали защитником самому себе вы уже охраняете более бережливо к себе относитесь я же говорю вот это вот отношение да во первых завышенные планки которые вы себе ставили а во вторых вот это вот перфекционизм да когда мы достаточно критичны по отношению к самим себе это усложняет жизнь как и нам так и усложняет и жизнь другим людям которые находятся вокруг нас потому что никто не может соответствовать тому идеалу который вы себе создали да и и вы в том числе и от этого возможно иногда даже вы и страдали но здесь я могу сказать что вот вы как будто бы знаете научились не то чтобы устраивать границу вас не было проблем с границами но вы как будто бы более бережно стали относиться к себе да уже нет вот это вот знаете как бы риску и бессмысленно да непонятно и здесь вопрос не возрасте не о том что вот как-то повзрослели нет а здесь вот именно вы действительно трудились над своим каким-то на своей психической зрелостью да то есть никогда эмоции управляю человеком когда всему свое место до всему свое время также здесь вот выпала карта рождения я ее хочу немножко уточнить да то есть чему вы научились здесь рождения да вот я говорила изначально про цикличность вот вы научились ждать нужного времени чтобы двигаться вперед то есть уже вы как будто бы знаете находитесь в неком таком потоке и внутри себя вы четко понимаете когда и что вам нужно делать то есть вы умеете прислушиваться к самому себе и отмечать нужное время когда вам нужно двигаться куда ты или нет когда вам нужно просить какую-то помощь да возможно у других людей а когда нет и вы уже научились потому что ранее мне кажется единичком сложно было как-то попросить помощи потому что ну как-то стыдно не потому что здесь вопрос даже не о гордыне азии о том что вот я все сам сам нет а здесь вопрос что как будто бы вот этого чувства стыда что 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 я не справлюсь да почему я должен либо должна у кого-то попросить помощи нет лучше я сама да то есть вот не хочу просто быть кому-то обязаны да кому-то в грудь мы здесь вот какие-то такие вот убеждения было и у вас произошло перерождение да то есть вы уже более терпеливые стали да вы уже как-то с пониманием относитесь ко всему новому да если раньше вы были более такими категоричными касательно мнение суждений может быть других людей то сейчас вот знаете вот хочется сказать одним словом присутствует некая такая мягкость да уже нету вот это вот категоричности я не говорю что вы принимаете легко мнение других людей да особенно если вам кажется что оппонент ваш не совсем умен да так могу сказать искала конь корректное слово да но вы уже относитесь как-то снисходительно да уже более спокойно уже не включается вас вот эти вот эмоции кому-то что-то доказать кому-то что-то рассказать уже более спокойно относитесь ко всему этому а и вот в этих ваших трудностях и сложностях какие два сценария вы проработали но смотрите один сценарий он как раз таки чувствует себя нелюбимым он как раз таки проработан позитивно вот этим вот сценарием ангела да когда вы научились любить себя да вот это вот нормальная самооценка зрелая самооценка не завышенная не занижена нормальное до понимание именно кто вы есть свои ценности той опоре который я говорила который есть внутри вас вот вы как разки и проработали вот этот сценарий когда вы чувствовали себя ранее нелюбимым да что как будто бы я недостоин и здесь получается так что не то что люди как будто бы стали вас любить а вы полюбили себя вы как будто бы стали больше принимать себя вы стали больше разрешать себе и проработали сценарий жалобы да когда вот периодически из-за того что была завышенная самооценка из-за того что вы требовали от себя иногда знаете не то чтобы вы не могли достичь того чего вы хотели но какой ценой то есть вам нужно было допустим вы ставили очень высоко планку и хотели например реализовать какие-то свои желания которые да возможно но надо было на это много времени надо было много сил ну то есть как будто бы вы себя изводили проверяя на слабо а смогу я или нет да вы сможете однозначно у вас огромный потенциал у вас огромные силы и вы если поставите себе цель вы можете многого чего добиться но вопрос а зачем вам это нужно то есть для кого либо для чего вы так стараетесь и поэтому вот этот вот сценарий жалобы да когда у меня ничего не получается да иногда хочется поныть хочется расслабиться здесь вопрос заключался то что вы хотели привлечь какое-то внимание да то есть с одной стороны я не хочу показывать другим а то что у меня в жизни но не очень хорошо так что сложно что-то мне дается почему я потому что я не хочу чтобы меня жалели 4 страны я не хочу чтобы на меня смотрели что вот у меня все так легко да и вот прям всегда все идеально в жизни да у меня тоже есть трудности тоже есть сложности но я не хочу жаловаться да вот это вот вот этот ощущение сейчас вы его получаете, что когда нужно, я могу сказать, раньше бы вы утаивали эти моменты, а сейчас нет, и вопрос жалобы проработан, опять-таки, то есть вы как будто бы пересмотрели эту ситуацию, что есть вот это вот нутье, да, жалобы, то есть вы как будто бы накопали корень, откуда ноги растут, да, почему мне хотелось иногда вот не то, чтобы пожаловаться, а просто немножко расслабиться, отпустить контроль, позволить себе быть слабым человеком, да, показать, что у меня тоже, я тоже уязвим, но не для того, чтобы меня пожалели, да, а просто для того, чтобы меня принимали разным, да, меня принимали вот таким, как я есть, и вот чтобы это произошло, вы очень много работали сами над своим собственным принятием, да, когда вы сами себя понимали, да, кто вы есть, то есть вот когда вы себе позволили д 번째 слабости когда вы себе позволили отдыхать когда вы себе позволили я расслабить контроль над какими-то ситуациями丸 позволили себе не быть эмоциональными либо не быть наоборот зажатыми да здесь качели у кого как вот когда вы это все себе позволили тогда и реакция других людей на вас она тоже изменилось бы такая вот у нас была с вами первая позиция жду ваших комментариев а мы с вами переходим позиция номер два и голубенькому камешку и посмотрим здесь чему вас научили ваши трудности двоечки но ясное дело двоечки мягкие чувствительны что я бы могла еще сказать про вас выпал аркан луны и выпал туз кубков чему вас научили и знаете скажу одним словом принятию до принятию пониманию того что вы не одиноки что вот это вот одиночество которое вы боялись да и из-за этого возможно из-за своей ранимости из-за каких-то своих страхов непосредственных связанных с тем что возможно я не найду человека который бы у меня любил да возможно я не найду взаимности именно в партнерстве да возможно я у кого-то были страхи остаться одному вот здесь вот работу которую вы проделали последнее время она дала вам как раз таки вот это вот знаете успокоение в контексте я не могу сказать что вот вы приняли полностью сто процентов да что если я останусь одна если вдруг как вариант да то это будет окей нет все равно еще что-то остается но отношение ваше именно к одиночеству да какое-то стало более такое философское контексте того ну что из этого да все равно мы рождаемся одни ну и умрем тоже одни то есть нет в этом ничего такого плохого да зато я что-то могу сделать уже сейчас своей жизни до чтобы ну как-то подсуетиться до чтобы устроить свою жизнь чтобы не ощущать внутри себя вот это вот одиночество да то есть найти какие-то интересы что-то сделать чтобы вот этого чувства она ушло знаете здесь ощущение того что вы как будто бы много работали над своей безопасностью да то есть вот над своими детскими травмами в эмоциональном плане и как будто бы работали вот именно на чувство безопасности что мир не вот безопасен либо на пород опасен да как как ты себя насколько ты дружелюбен по отношению к миру и насколько мир то есть здесь как будто такая знаете работа с миром но через себя и также очень много здесь было работы связанные здесь особенно для женщин да с вашей женственностью не в контексте того что ее у вас не было нет а наоборот вы как будто бы добавили здесь немножко такой вот эту вот свою мягкость до женственность вы как будто бы разбавили в нужной степени именно с некой такой активностью до вас какими-то такими я мужскими качествами и тем самым вы сформировали именно еще больше свою женственность я понимаю что сейчас говорю запутанным языком но я стараюсь донести вот эту вот вот эти вот состояние то есть вы и были мягкими да вы были нежными но вот как раз таки добавив немножко и это как будто бы отталкивала понимаете вы как будто бы впадали в позицию жертвы это было неприятно вот знаете вот это вот чрезмерные слезы чрезмерные эмоции вот это вот отталкивала это не являлась женственностью это являлась как будто бы знаете вот какой-то слабохарактерностью, если так можно назвать. А вы в нужной степени как будто бы добавили столько, сколько нужно вот этой вот мужской энергии, некой такой активности. И вы как будто бы вот именно как женщины стали еще притягательнее. Вы не потеряли свою мягкость. Но вы ее знаете, вот как огранщик, да, то есть для того, чтобы... Ну, то есть камень он и сам был драгоценный, но нашли ему нужную оправу, и он заиграл другими красками. Вот здесь вот в вашем случае как-то вот мне вот такая вот энергия идет. Плюс ко всему вы научились справляться со своей цикличностью. Причем у каждого эти циклы свои. Это могут быть эмоциональные, да, вот именно могут быть у кого-то женские циклы. Может быть у кого-то связанные, знаете, с приливами, отливами. Кто-то, может быть, климакс, да, тоже проходит, вот эти вот... Как-то эмоционально тоже влияет. Но приливы-отливы в контексте того, как вы наполняетесь энергией, а потом так же и опустошаетесь. То есть вот как вот вода, да, приливает, отливает, вот так и у вас настроение, да. То есть настроение, то нету настроения. Вот вы много работали над своими эмоциями, над своими состояниями, со своими страхами. Кто-то работал со своими иллюзиями, я очень старался как-то увидеть мир таким, какой он есть. То есть вы, по крайней мере, задались этой задачей, да. Вот здесь, знаете, как будто бы добавили, либо нашли мостик, да, и соединили именно вот свой разум. Я говорю вот это вот мужское, со своим сердцем. Раньше вы как будто бы жили из сердца и как-то все идеализировали. А сейчас как будто бы в нужной степени вы добавили немножко логику, да. То есть когда нужно, вы уже можете себя сдержать. Вы уже не тот человек, который попросили о помощи, вы бежите. Вы уже хотя бы на доле секунды задумаетесь, а нужно ли мне туда бежать, да. А действительно ли человеку нужна помощь. То есть уже есть вот этот вот рычаг, да, который срабатывает самосохранение. То есть прежде чем кому-то помочь, да, ты подумай, а не вляпиваешься ли ты в эту ситуацию, а нужно ли тебе или нет. Здесь как будто бы были даны, отданы, да, отдали. Кому-то какие-то кармические долги, с кем-то вы рассчитались. То есть это все через ваши трудности. Чему еще вас научили ваши трудности? Быть более такой, знаете, хозяйственной. Потому что вы были чрезмерно щедрым человеком. Сейчас вы опять-таки, вот эта вот та доля, да, логичности, которую вы добавили, она уже помогает вам дозированно отдавать свои эмоции другим людям, да. То есть не вливать в них полностью всю энергию и самим оставаться опустошенными. А вы уже здесь, знаете, как-то вот больше, не то чтобы стали ценить себя, а вам уже как будто бы захотелось в какой-то степени немножко посмотреть и на себя, да. То есть что-то уже сделать для себя. Возможно, как-то вы уже научились дарить себе подарки. Возможно, вы уже, так, знаете, осторожненько-осторожненько принимаете уже комплименты. Не так, как раньше. Ой, да нет, это там, я, допустим, там, недостойна. Либо, ой, да что вы говорите, да не, не надо. Вот этого вот уже нет, да. Может быть, иногда вам сложно, вы просто промолчите. Может, покраснеете, да. То есть вот здесь кто-то еще краснеет, и уши у кого-то горят, да, когда говорят приятные слова. Вот, но вы уже стараетесь. Уже стараетесь применять. То есть постепенно выравниваете. Это очень медленно, но это, ну, вы молодцы. Потому что это действительно для вас было очень важно. Вот этот вот баланс, когда вы много давали, вы много... Когда мы говорим, баланс отдачи и принятия нарушен, я подразумеваю. Когда вы очень много вкладываетесь в других людях. Когда не умеете говорить нет. Когда вы, допустим, беседуете очень долго, потом человек уходит, он в хорошем настроении, а у вас упадок. Когда вы, может быть, решаете проблемы других людей. Когда у вас у самих есть какие-то проблемы и сложности. То есть когда ваш акцент идет больше на другого человека, нежели на вас. И вам, братка вот эта, вот она не приходит, да. То есть когда вам трудно, вам некому обратиться. Когда вам сложно, люди от вас отворачиваются, говорят, мне некогда. То есть когда вам нужна помощь, вы остаетесь одна. Вот это вот я имею в виду баланс, да, между тем, что отдаете. Сейчас вы уже постепенно, если вас что-то не устраивает, через скрипя, скрипя сердцем, через не знаю, какие там беседы в своей голове, иногда вам удается сказать нет. Иногда вам удается вспомнить о себе. Также трудности вас научили, знаете, больше уходить от вот этих ваших эмоций, чувствований, да, полетов в голове, в одушевлении, да. Больше как-то материальный мир, да, в блага. То есть вам уже не хочется только, чтобы вас как-то вот благодарили, а вам уже приятно, когда вам сделают небольшой подарок, да. Пускай это будет рукодельное, да, что-то, да, собственными руками сделано не обязательно купленное что-то дорогое, потому что вы не готовы еще это принимать, да, какие дорогие подарки. Но вот по мелочам вам уже приятно. Вы уже учитесь, учитесь, да. Хотела сказать, уже научились, знаете, а может быть кто-то из вас уже и научился, да. Людей же много смотрят, а может кто-то еще в процессе. Знаете, ценить, ценить себя, замечать какие-то возможности для себя, уже не закрываться в трудные моменты, когда вот, знаете, все тяжело, да, вам, допустим, неприятно, вы закрылись и начали как-то рыдать и угнетать сами себя. Вот, вы уже как-то из сложных ситуаций, вы ищете возможности, да, то, что вам было не свойственно. Вам легче было закрыться, там, поплакать, все такое. А сейчас уже, знаете, вот иногда просыпается вот этот вот маленький-маленький ребенок, бунтарь, именно ребенок, небольшой человек, да, который может противостоять сложностям, трудностям, а именно какой-то маленький ребенок, это скажется как-то смешно. Но, знаете, как этот, как в мультике, маленький мальчик взял игрушечный этот меч и пошел, значит, воевать с этим игрушечным мечом. Конечно же, убивать там драконов и все такое. Нам это смешно, но сам факт, да, что вот из этого мальчика вырастет человек, достаточно зрелый, который вот эти вот навыки разовьет, главное, первый шаг. И вы молодцы на самом деле, потому что я понимаю, как вам сложно, как вам трудно сделать первый шаг, и вы это делаете. То есть вы уже не убегаете от проблем, а стараетесь их решать. Да. Вы уже, знаете, здесь вот ощущение того, что как будто бы налаживается какой-то вот баланс, да, вот у вас между вашим восприятием мира, да, и какими-то земными моментами. Ощущение того, что ранее присутствовало то, что вот вы все время как-то мечтали, фантазировали, были в розовых очках, а потом неожиданно сталкивались с реальностью, и вам это было больно, да. То есть вы не понимали, почему, допустим, люди как-то с вами не очень, ну, приятно, хорошо обращаются, да, могут нахамить, нагрубить. И вот вы не понимали, вроде бы я к тебе без меча пришел, почему ты мне этот меч дал, да, как-то ранил меня. А сейчас у вас уже есть это понимание, что мир, он не идеален, да, в нем есть и то, и другое. Вот здесь как будто бы вы уже, если кто-то с вами как-то жестко, либо резко поступит, я не говорю, что вы сможете дать отпор, но вы уже не будете себя ругать в том, что это вы виноваты, да, почему с вами так обошлись. Вы уже будете принимать ситуацию, что окей, в мире есть и такие люди, в мире есть те, которые могут вас обижать, и для этого не обязательно нужны какие-то причины, либо если они есть, я пока их не вижу, может быть, откуда вот это из прошлого, да, вот, может быть, что-то этот человек хочет мне показать. То есть вы уже, вот знаете, как-то более практичные стали, мне хочется сказать. Какие сценарии вы проработали? Знаете, как будто бы вот о некой такой иллюзорности, да, здесь сценарий красивой жизни, как будто бы вы мечтали о красивой жизни, но не то, что вы не можете так жить. Я бы не сказала этого, а я бы сказала то, что это слишком идеализировано то, как вы представляли для себя вот эту вот красивую жизнь, да. Может быть, у вас случилось даже такой момент, что вы стали позволять себе какие-то вещи, и вот именно в материальном мире, да, стали позволять себе жить красиво, да. Здесь тоже такой момент может быть. То есть покупать для себя. Если ранее вы для кого-то, да, как спасатели, для кого-то что-то вкладывали, жертвовали, то сейчас вы как будто бы себе позволяете, да, может быть, какую-то книгу купить красивую, может быть, какую-то безделушку, украшение, аксессуар. То есть вы как будто бы позволяете себе эту красоту, да. Раньше, вы знаете, не то, что у вас не было внутри этой красоты, вы ее не замечали, но вы не позволяли ее получать от других людей. Вот здесь вот что-то такое. И также проработан сценарий преданности, но это все-таки в минусе, я бы сказала, да. Вот, допустим, я вышла замуж, все, я теперь на всю жизнь с этим человеком. И даже если вы как будто бы ошиблись, все, значит, надо до конца, я буду преданной, да, я буду такой, вы понимаете, что человек с вами обращается не совсем правильно, не совсем корректно. И вместо того, чтобы как-то изменить эту ситуацию, не говорить, чтобы уйти, а как-то выразить свою точку зрения, да, свою позицию, как-то обозначить. Есть, вот знаете, у кого-то здесь были такие осуждения о том, что, ну, ничего страшного, да, в жизни все бывает, и в семье хругается, и потерпи, и все такое, я же вышла замуж, да, вот как жена декабриста, я должна быть ему верной и поехать с ним в Сибирь и мучиться, нафига. То есть вот это вот ненужная преданность, понимаете, есть вещи, когда мы действительно преданы, допустим, каким-то своим ценностям, но здесь опять-таки преданность в контексте, вот у меня идет негативная, да, как в минусе, как привязанность к чему-то, да, то есть невозможность дальше развиваться, да, невозможность существовать дальше без кого-либо, либо без чего-либо. Вот здесь вот как-то вот такая вот преданность. Ну, давайте я все-таки еще и уточню. Преданность к каким-то, да, своим целям, которые, знаете, приводят вас к тому, что вы не можете получить то, чего вы хотите, я не знаю, по каким причинам, вот, и вы не можете от этого отказаться. То есть здесь неумение отказываться, это то, что вы проработали, либо прорабатываете, да, чему вас учили ваши трудности. Уметь отказываться, да, от человека, от ситуации, от каких-то своих собственных желаний. То есть не обязательно, если вы что-то начали, да, доводить до конца. А почему? Потому что иногда вот эта вот ваша одержимость, она высасывала из вас очень много энергии и проводила вас к каким-то упадческим состояниям, да, и показывала вам, ну, то есть вводила вас в какое-то состояние потом некой такой холодности, да, может быть, обид, может быть, желание там кому-то. Не то, что вы мстите, но внутри вот это вот ощущение, оно все равно есть, да, то есть ты мне причинил обиду, я хочу, по крайней мере, в голове, да, что-то вот в голове вы прокручивали, что-то высказывали этого человеку, хотя внешне вот вы не могли это выразить. Вот, и вам показывали, что иногда надо отказываться, да, то есть не всегда все, что вы хотите, допустим, в контексте красивой жизни, да, вы можете это получить не потому, что вы не заслужили этого, либо вы недостойны, а просто потому, что вам это не нужно. А иногда в силу того, что вы на мир смотрите достаточно иллюзорно, да, вы не понимаете причину, знаете, своих собственных желаний, вы больше, как Луна, отражаете свет Солнца, свет других людей. И поэтому влияние других людей на вас, оно очень важно, потому что у вас собственного света не было, по Луне нет, у Луны нет собственного света, она отражает солнечный свет. Это не потому, что у нее нет собственного характера, я не об этом, ни в коем случае, а о том, как раз, чтобы вы узнали свой собственный характер, кто вы по своей природе, а здесь, возможно, желания, которые у вас были, идеи, которые были, они были не ваши. Здесь вот умение отказаться от этого. Что касается контекста красивой жизни, да, здесь вы, скорее всего, начали себе разрешать, я уточнила, почему, потому что ранее, возможно, вы закрывались, да, то есть вы видите, что я не могу это получить, вот, ну, значит, это не мое, значит, не заслужила, и все, и закрылось, то есть вы даже не совершали какие-то действия, то есть у вас не было каких-то там абиций, да, либо желания двигаться, да, что-то делать. Почему? Потому что изначально, я говорю, вот ваше восприятие, оно не такое, какое есть на самом деле, вот у меня, знаете, хочется вам сказать, это не рекомендация, а просто такое ощущение, иногда, или даже по возможности почаще, спрашивайте людей, как они видят мир, не мнения их нет, а просто рассказывайте некую ситуацию и поспрашивайте просто людей вот в этой ситуации, что ты видишь? То есть смотрите на мир чужими глазами, и вы удивитесь очень сильно, что то, как видят другие люди, ситуацию, я не знаю, фильм какой-то, книгу, которая вам нравится, либо какое-то произведение искусств, неважно, что любой взгляд, именно не мнение, а то, как ты смотришь, что ты видишь, вы очень удивитесь тому, что ваши взгляды, они расходятся, что, допустим, если в какой-то ситуации человек себя повел достаточно жестко, и вы смотрите на эту ситуацию, и вам кажется, что вот он поступил несправедливо, там, очень жестко, и надо было помягче, и так далее, и так далее, и вы спросите просто мнение другого человека, а ты, если бы был на моем месте, как бы ты увидел, допустим, этого героя, вам человек скажет, да все нормально, да, то есть нормальный мужик, хорошо повел себя, так ведут себя мужчины, и вы удивитесь, насколько взгляд, допустим, мужской на позицию другого мужчины, он отличается, допустим, от женского взгляда, здесь у вас очень много такого, знаете, вот придуманного, да, может быть, взятого как-то из книг достаточно идеализирована, вот, и, к сожалению, ваша проблема заключалась в том, что когда вы сталкиваетесь с реальностью, да, то вы разбиваете сами себе сердце очень сильно и очень больно, какие два сценария негативные вы проработали? Ну вот, вы перестали война, я же говорю, вы пришли к некому балансу, вы огромные, молодцы, на самом деле, почему я говорю именно двоечкам, а не кому-то другому, потому что я знаю, как сложный и трудный человеку эмоциональному начать смотреть на мир иначе, когда ты привык, тебя научили, когда ты хочешь всей своей душой видеть красоту этого мира, и ты ее видишь, но, к сожалению, другим людям это недоступно, и как бы ты не хотел рассказать свои состояния, как бы ты не хотел поделиться, как бы ты не хотел как-то показать другим, какой мир на самом деле в вашей голове, у вас все равно вы сталкиваетесь с тем, что он намного жестче, он намного болезненнее, он намного неприятнее, он намного темнее, он не в таких красках, в которых вы его себе рисуете, но это не значит, что ваш субъективный мир, он плохой, я не говорю об этом, я просто говорю, что он слишком разнится от того реального мира, в котором живут другие люди по отношению к вам, тех, по крайней мере, которые вас окружают, потому что для других людей, допустим, вам наплевать, на те люди, которые живут, с которыми вы живете, с которыми вы разделяете свой мир, и он разнится, и вот здесь, вот поэтому я и сказала, что вы молодцы, вы проработали сценарий вот этой вот войны, вот этого вашего внутреннего светлого человечка, и вашего темного темного человечка, как раз о том, что иногда, когда что-то вам не нравится, либо кто-то переходит ваши границы, вот этот светлый ангелочек, он говорит, нет, бьют левую под левую щеку, поворачивай вторую, поворачивай правую, то есть не надо на агрессию, отвечать агрессии, а другой говорит, темненький, сидит здесь и говорит, да что она там говорит, так тебя забьют, и ты умрешь, надо как-то защищаться, то есть вот это вот периодическая война, это ты не знаешь, не можешь определиться, да, на что мне опираться, да, есть одно мнение, есть другое, вот это вот постоянное, постоянное сомнение, постоянная неуверенность, это в выборе может быть, я не знаю, куда мне пойти, я не знаю, что мне сделать, туда ли я иду, идешь к одному человеку разговариваешь, вроде бы слушаешь, да, достаточно логичным да значит он верный верные советы мне говорят начинаешь прислушиваться начинаешь что-то совершать блин а получается противоположно идешь к другому который говорит противоположные вещи он тоже вроде бы дельные советы а что мне делать как не вот здесь вот многие из вас кто-то уже проработал кто-то еще находится в стадии до проработки не вот и вот эти вот ваши трудности они научили вас быть в балансе в контексте того что с волками жить поволчевы то есть вы уже можете адаптироваться вы уже понимаете под ситуацию вы уже спустились с горы олимпа вот к нам бедным несчастным земным существам и уже как-то понемножечку стараетесь адаптироваться среди простых людей то есть вы как будто бы вот эту вот свою внутреннюю борьбу как-то уже научились управлять ею да и наконец-таки двоечки уже прорабатывает уже либо кто-то уже проработал желание быть вот это вот особенно когда вы жертвовали собой только для того чтобы на вас обратили внимание наконец-таки до вас дошло о том что ваши жертвы никому не нужны за исключением если они только вам приносит какое-то удовольствие да то есть когда мать жертвует своим сном для того чтобы взрастить свое чадо ты понимаешь что все таки это в удовольствие да это твое это родное и ты делаешь потому что ну иначе если не ты то кто а когда вы начинаете жертвы своим временем для того чтобы там сдать вовремя какой-то проект либо жертвуете своим отдыхом для того чтобы там угодить своей тете приготовить какой-то там ужин потому что она гостей пригласила вот это нафиг никому не нужно вот этого желания быть особенным чтобы вас обратили внимание на умение выслуживаться перед всеми здесь вот наконец-таки я бы не сказал что это проработать на или нет ну по пришло понимание да что она есть причем почему я говорю что она не проработана потому что вы не можете еще полностью сто процентов находиться в какой-то фоновой гармонии с самим собой но она у вас бывает периодически да то есть как будто бы зажглась да я вошел вошла в это состояние как-то два-три дня продержалась потом опять скатилась и вот опять побежала кого-то спасать вышла ну то есть по крайней мере вы стараетесь вы пробуете и это путь да вы не можете как-то знаете вот сегодня я осознала да что что есть баланс да я принял себе какие-то там теневые аспекты и все и я сразу на завтрашний день становлюсь в балансе и в гармонии нет конечно же да это путь это жизнь поэтому вы это осознаете но относитесь к этому уже более спокойно более терпеливо я бы так сказала уже умеете отстаивать свои какие-то границы уже у вас появилось желание планировать какое-то свое будущее наконец-таки вы стали задуматься о себе и она у вас уже появилась понимаете вы уже видеть какие-то первые свои результаты и вы можете уже поблагодарить похвалить себя если так можно сказать да то есть у вас уже есть появилось какое-то движение по крайней мере вы уже куда-то навосстрили свои лыжи на на своем жизненном пути и вы уже одержали первую победу большую маленькую каждого она индивидуально но главное что это победа над самим собой а это очень очень ценно и очень важно за что я в очередной раз вас двоечки поздравляю потому что у меня двойки они ранимые а когда человек ранимый он как маленький ребенок и и для меня это и не хорошо и неплохо это разнообразие характеров и такие люди тоже должны быть если все будут такие сбалансированные все просветленные гармоничные блин вообще жизнь будет неинтересно я всегда говорю развитие происходит тогда когда есть разнообразие когда все плохо потому что когда все хорошо никто не поднимает свою пятую точку чтобы что-то сделать по крайней мере так никогда не было в жизни третья позиция и зелененький камешек и мы рассматриваем с вами троечки чему вас научили ваши трудности давайте посмотрим хвалю ли я вас также как хвалила двое к чему во вас научили ваши трудности интересно это чему же они вас так научили мечтать что ли либо сомневаться знаете я бы сказала научили вас перестать как-то бояться в своих определениях то есть определиться то есть ваши трудности да они как будто бы вас подталкивали какому-то определению своей жизни да возможно вам было как-то сложно совершить какой-то выбор своей жизни здесь не не то что вы не умеете выбирать нет я не об этом а я говорю здесь есть какая-то одна конкретная ситуация с которой вот у долгое время вы находитесь в особой такой любви и все никак не можете принять какое-то решение все никак не можете решиться причем это такая знаете многолетняя долгоиграющая какая-то вот пластинка вашей жизни которая периодически вас пугает то есть знаете вот как будто бы с ней сталкиваетесь нет не можете ее решить не готовы не хотите оставили до в сторонку проходит какой-то период времени и опять и опять и так может длиться на протяжении очень долгого времени может быть даже и лет энное количество лет да то есть здесь ваши трудности они постоянно показывают вам какое-то какую-то идеализацию до ваших желаний и из-за того что вот эти ваши желания они не совсем либо правильно сформулированы либо вам не совсем понятно для чего они вам нужны вы как будто бы не не действуете и входите в некую такую суету то есть придумываете себе какие-то действия совершаете на что-то отвлекаетесь чтобы не не реализовать вот это вот свое какое-то желание да либо какое-то свое одно дело здесь возможно даже какие-то свои способности да вы не можете определиться поскольку вы не можете определиться чем вам заниматься это может быть даже и социальная ваша реализация да то есть это хочу пятое и десятое вот вы начинаете придумывать что допустим вы заняты до какой-то вот суетой ненужные вот это вот метание да не можете найти какой-то вот баланс внутри себя для того чтобы сделать нужный шаг до чтобы определиться и вот это вот вас вызывает какое-то знаете даже иногда чувство вины почему я не могу определиться почему я такой человек причем это одна ситуация еще расскажу я не знаю почему вы к никак не могли ее завершить и трудности возможно речь здесь идет о какой-то конкретной ситуации трудности вот последних дней хочется сказать последнего времени завершили наконец-таки вот эту ситуацию то есть вот трудности помогли его совершить те необходимые действия которые длились такое знаете вот как мужчине как этот бракоразводный процесс вот он годами разводитесь разводить все никак не можете поделить ты там возьмешь эту статуэтку а я вот эту вазу нет это вазу мне мама подарила я тебе не вот что-то такое понимаете все никак не можете как будто бы поделить но это пример это не обязательно что так вот здесь вот что-то такое что вы не можете как будто бы определиться выбрать и поскольку не можете совершить выбор вы отходите от от этого выбора путем придумывания себе некой такой занятости ты как-то связано с вашим состоянием с вашим состоянием души либо это связано с материальным миром либо это связано с семьей это понимаешь что много вариантов но все же может быть здесь даже знаете кто-то не может долгое время определиться хочу я иметь детей или нет вот нужны они мне или нет а то есть допустим вы находитесь в браке вот все никак не можете надо не надо хочу не хочу нужно мне сейчас материнство либо наоборот я больше обратить должна внимание на реализацию себя социуме а может быть у меня и так все хорошо в жизни зачем мне еще и дети то есть вот что-то в таком формате ну вот именно еще одни карты просто знаете несколько карт которые подтверждают и говорят нам о выборе то есть вы как будто бы трудности научили вас быть более решительными давайте так скажем если не не определяться то по крайней мере хоть как-то начинать первый шаг действовать до реализовываться они научили вас быть более спокойными потому что тройки у меня всегда были такими активными огненными более уверенными в себе да вот по императрицы трудности закалили вас знаете когда вот вы идете хотите что-то получить до для стяжения каких-то своих результатов вот вы не торопитесь вы идете размеренно шаг за шагом уверенно и спокойно четко понимаешь что то что вы хотите вы это получите да не то чтобы вы идете по головам хотя если нужно будет такое вы это сделаете вы как будто бы научились понимать свои собственные желания да в конечном итоге вы как будто бы стали разрешать себе на материальном плане достаточно больше чем это было раньше то есть если допустим тройки у меня всегда были условно говоря некими карьеристами то есть людьми независимыми и вы ими остаетесь то сейчас вы как будто бы больше стали уделять в ней время своим собственным желанием своим собственным потребностям да может быть здесь кто-то я же быть родил да и вот как-то вот это вот материнство она как будто бы всколыхнула вас вот эту вот новую волну ощущение то есть трудности вот как-то вот у многих здесь проходит материнство да либо желание родить либо кто-то родил но долго над этим думал либо трудности были как-то связаны за беременеть либо непосредственно в самой беременности да но все здесь разрешилось хорошо если мы говорим все-таки не о материнстве то какие еще трудности трудности вам помогли понять себя трудность вам могли знаете накопить какой-то жизненный опыт до чтобы вы разбирались в какие-то уже жизненных ситуациях до более опытные более знающие здесь вы как будто бы коллекционировали эти трудности и благодаря этому становились как-то мудрее то есть именно на на своем собственном опыте кому-то наоборот трудности помогли им стать более мягче что ли более эмпатичные до более мягче по отношению к более трудностям сложностям эмоциям других людей вы как будто бы больше стали прислушиваться да то есть вам как будто бы стали интересны другие люди на вот ваша собственная боль вы как будто бы знаете здесь исцелили вот то что я говорила да о страхах о чувстве не вине а причем это давняя такая история вот здесь как будто бы у вас произошло исцеление да вы как будто бы знаете не то чтобы смирились а вы приняли наконец таки именно материальные планы то есть вы как будто бы стали разрешать себе и увидели что нет ничего плохого зарабатывать да допустим много денег да что нету ничего такого зазорного и плохого когда вы хотите иметь хорошую машину либо вы хотите иметь чего что-то дорогое поехать куда то то есть вот здесь вот ощущение того что возможно раньше у вас было как-то это было наказуемо да либо что-то запрещенное вы этого хотели но не то что вы не могли финансово себе этого позволить не сколько а что скажут другие люди то есть ну это будет как-то допустим в мире голод либо у меня в семье там родители допустим нуждаются либо там сестры братья ну не имея такой достаток вот и и поэтому они не могут допустим себе позволить вот такую еду не знаю красную икру что вы там любите что-то такое дорогое и поэтому я себе этого не покупала не покупаю не позволяю не разрешаю потому что ну потом будут говорить да поскольку это все-таки близкий круг людей будут говорить ну конечно же зазналась до либо еще что-то и вот здесь вот наконец таки вы как будто бы себе пересмотрели через все эти трудности и поняли что были на жизнь короткая если я буду себе все время ну жить с оглядкой на других и запрещать себе позволять то что я могу то что я имею все это заработал чистым ну своим собственным трудом да то есть ни у кого не украл ни на кому не навредил почему я должен себе это запрещать имеет либо делать здесь вот происходит какое-то знаете исцеление вашей души вы причем она происходит через принятие материальный мир через принятие вот знаете в себе возможно какую-то харизму да то есть если это не только блага это может быть вы стали принимать допустим раньше вам говорили какие-то комплименты что вот как вы прекрасно выглядите на либо ой вы так хорошо умеете красиво говорить либо вы умеете вот как мастер что-то хорошо делать то и вы раньше это не не принимали да то сейчас вы в конечном итоге просто подумали сказали блин а я же знаю что я хороший там мастер экспертом профессионал не знаю почему мне это не принять то есть знаете вот как будто бы здесь какое-то вот исцеление через разрешение врачом исцеление это было каких-то убеждений взятых из детства здесь не травмы а здесь вот какие-то ну вас так учили а вы на это раньше не обращали внимания потом какой-то периода трудности здесь вот кто-то у меня ощущение того что может быть столкнулись так или иначе со страхом смерти не знаю кто-то подумывает может быть об этом может быть у кого-то были какие-то не очень приятные ситуации болезни и так далее так далее может быть вокруг люди но очень часто кто-то умирал близкие не близкие люди да и вот это заставило вас как будто бы подумать на именно о своей выжимаемость то есть как я живу да то есть именно взглянуть на свою жизнь а почему я так живу почему я себе позволяю это хотя я способен и могу иметь намного больше вот здесь вот этот вот пересмотр через трудности да вот он не то чтобы вас закалил вы так способны а здесь наоборот вы как будто бы как-то крепле и выросли а выросли и как следствие вы себе позволяете вы разрешаете себе да вот карта приятного сюрприза как раз таки говорит нам о том что вы вот у вас раньше путь был такой знаете через термин к звездам да то есть звезды то уже скоро будет а я вот постоянно привык быть в этих терпнях не все никак вот этот сизов труд работа 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 результат они есть а их почему-то не замечаю как-то вы достиг какого-то результата перепрыгнул даже не насладившись и заново выставил себе новый путь и заново побежал этот марафон то есть все на процесс 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 а вот вашем случае как будто результатов и никакого не видели не то что вы его не замечали вы не хотели этого видеть да то есть вам как будто бы это какая-то знаете какое-то наказание вы как будто вы себя здесь наказывается за то что я не знаю вот так интересно вы очень способные люди и вы можете достигнуть многого вы это внутри себя знаете и понимаете но дело в том что когда вы получаете какой это результат то есть вы поставили себе цель вы шли к ней работали вкладывались вы конечно же и и получили но вот когда вы ее получили у вас мысль такая была нет это мало я хочу еще больше но не для того чтобы я насладилась от того что я буду иметь нет ни в коем случае а просто для того чтобы я не разрешаю себе наслаждаться этими результатами потому что они как будто бы меня потом расслабят и я потом буду как ленивая свинья и ничего не смогу делать да и вот вы себя постоянно держите вот в этом тонусе никого такого в кавычках наказания и вам говорят как раз таки что обращается на приятные сюрпризы обращается на то что ну делайте себе что-то приятное да прям наслаждайтесь нет в этом ничего такого зазорного просто разрешайте себе да разрешайте себе жизнь вот прям знаете вот кайфовать получать удовольствие вот здесь вот карта выпала милости я хочу ее уточнить что не совсем понимаю в каком контексте здесь речь идет а будьте милостивы по отношению себя скорее всего понимаете вот то что я говорил не по отношению кому-то другому а именно к самим себе то что вы строите на то есть вы постоянно что-то вкладываете что-то делаете да что-то строите но при этом вы вы очень сильно себя загоняете будьте к себе снисходительны будете к себе намного вот вы как знаете как солдат у которого всегда в любой момент если прозвенела тревога да он готов он всегда готов к труду и обороне то есть такое ощущение что человек никогда не расслабляется спит там там сирена и или как этом это звуки он гопсала сразу делся три секунды и побежал вот такое ощущение что вот вы как на войне понимаете вот ваша жизнь она такая вам говорят да расслабься расслабься то есть где это наслаждение ты все время на чем ты работаешь на чем-то трудишься а когда будет такой период и самое интересное что обычно люди говорят что вот но выйду там на пенсию буду радоваться у вас есть и спросишь вы мне кажется что даже и в момент своих похорон скажете нет откройте пожалуйста мне крышку гроба мне там еще дела не деланы вы здесь что-то такое то есть вы как у вас нету вот этого вот предела когда можно расслабляться когда можно наслаждаться нет здесь у вас такого нет не поэтому будьте более мило сливы и снисходительные по отношению к самим себе на своим собственным достижением то во что вы вкладываетесь то что вы строите больше праздника больше праздника мои дорогие радуйтесь больше отдыхайте реально здесь вам не хватает отдыха где знаете такое ощущение что вот вы как будто бы настроены на программу кризиса да то есть нажимаешь на крис он вопу случается и вот вы у вас игра такая вы входите в эту игру там спасаете что-то делаете до кому-то даете решение советы все такое вроде бы только вышли из игры у вас роз заново до новый левел все вы перешли на другой уровень и вы опять такое ощущение что вот вы никак не можете выйти из этого кризиса и вам говорят да прими ты решение и отруби уже это все то есть тебе это уже не нужно трансформации тебе уже не нужны трудности тебе уже не нужны уже все чему ты должен был научиться по крайней мере сейчас да в разве здесь и сейчас ты уже научился все хватит уже как-то порадуйся жизни насладись этой жизни расслабься еще на жизнь научила тому что вашем случае конкуренция она нереально единственный человек с кем вы конкурируете на вашем уровне это вы сами то есть вам по крайней мере вот это вот вся ситуация которая я говорила да все эти трудности показывали как раз таки вот этот момент что вы конкурируете только с самим собой а это бесконечно то есть если с людьми еще как-то есть какой-то предел да но потому что там допустим ставим цель да я допустим хочу купить себе машину и человеку ее покупает вы зарабатываете больше покупайте дороже машину но все предел да ножка пройти какие-то какое-то время до что прежде чем человек купит что-то себе более дороже чтобы вы как-то замотивировались и двигались на далее а самим собой нет ну потому что каждый день вы другой человек да и каждый день если сравнивать себя прошлом до бесконечная вот это вот конкуренция с одной стороны с другой стороны что касается профессиональной жизни здесь у вас произошли трудности вам показали что нету конкуренции по причине того что мир настолько изобилен реально если вашей жизни этого изобилия нет только потому что вы не готовы это увидеть то есть когда вы чувствуете дефицит на вы начинаете конкурировать соперничать с кем-то за что-то потому что вы чувствуете дефицит на то есть стоим в очереди там боже мой как вспоминаю свое детство моим помню в очереди стояли за молоком на вот и стояли за холвой и не знаю почему всегда до либо еще зачем-то таким вот я просто помню очень маленькая была и всегда почему-то все брали очень много я не знаю что именно то есть я не помню просто это большом количестве почему потому что будет дефицит неизвестно когда придут поэтому надо закупиться и вот у вас вот этот вот сценарий конкуренции он проработал в контексте того что вы уже понимаете что все есть в изобилии да я не говорю о продуктах я говорю о возможностях до достаточно вам захотеть и быть готовым и вот здесь ваши трудности они вам это показали что нету дефицита на самом деле все достаточно изобильно если есть дефицит то он есть в твоем восприятие этого мира до какой-то данной ситуации его трудности вам вот это вот показывает постоянно возможности постоянно какие-то случайности да что вот достаточно просто себе захотеть и ты это получаешь без какой-либо конкуренции даже если мы говорим о клиентах тебе не нужно сражаться и бороться за за клиентуру почему потому что к тебе придут именно те которым ты созвучен да то есть твои клиенты они поедут к твоим твоим конкурентам по причине того что они покупают не твои продукты они покупают твою энергию они взаимодействуют с твоей энергией а твоя энергия она единичная нету такого другого человека вот когда вот это вот восприятие у вас миром меняется да вы становитесь более спокойным человеком и становитесь более изобильным я же говорю вот этот вот еще один сценарий до выживания то есть у вас здесь дьявол очень хорошо прорабатывался но не в контексте зависимостей ваш дьявол здесь прорабатывается как раз ки в контексте адаптации и выживаемости да то есть вот эти вот инстинкты самосохранения по дьяволу они у вас здесь прорабатывать то есть трудности ваши они научали вас как можно проработать качество дьявола связанные с выживанием с именно с борьбой то есть наконец-таки вы поняли что бороться ни с кем не нужно единственный человек с кем вы боретесь это вы сами и на самом на самом деле выживать мы не живем в то время до когда вот допустим ну а нужно выживать так как было когда-то хотя есть конечно же допустим страны где идет война это понятно да мы все таки если вы смотрите интернета и смотрите меня можно предположить что в принципе да то есть конкретно в том месте где вы есть они убивают потому что ну иначе вам было бы не до моих раскладов вы бы были заняты другими делами поэтому вот этот вот сценарий выживания да что мне все время будет не хватать на что я нахожусь какой-то опасности я должен с кем-то бороться я должен сражаться это показатель очень высокого уровня стресса вашей жизни и вот в очередной раз я говорю что трудности вам вас научают быть на первых расслабляться и быть спокойной и поэтому знаю что тройки у меня такие огненные до по стихии огня вот вам наоборот не хватает такой знаете больше размеренности и спокойности не знаете приучать себя каким-то ритмом в контексте ну вот цикличности то есть я сейчас отдыхаю значит я отключаю все соцсети все что будет меня отвлекать всем говорю что блин если это не война и не землетрясение не будите меня и позволит себе расслабиться да то есть приучать себя и давать себе такие периоды пускай они будут маленькие не знаю обозначается для себя когда вы можете по-настоящему расслабиться причем не только физически но и освободить свою голову что тоже немаловажно вот я сказала только про стресс да и выпал как раз таки вот подтверждение аркан стресса да вы постоянно находитесь в стрессе то есть вот эти трудности они вам как раз таки показывали насколько вы постоянно находитесь в волнении и вот эти вот ваши волнения ваши переживания они настолько эмоционально яркие что они заполняют пространство и реализуют то есть трудности являются следствием ваших переживаний внутри вас как только вы внутри себя успокоитесь да причем успокоитесь не в том контексте что все я спокоен как удав да и это самое и а внутри все кипит и внутри все горит нет реально научитесь расслабляться реально научитесь отпускать какие-то ситуации реально станете здоровым пофигистом вот здесь вот как-то так на перекор всем препятствиям да вот карта вышла видите сначала я эти препятствия сам создаю а потом наперекор этим препятствиям я иду и выигрываю кто молодец я молодец но в чем ты молодец в том что я сам себе придумал и сам себя победил я молодец вот это вот ваш сценарий ваши трудности вам показывали насколько вы голова стеки моих не умеете расслабляться и потому что привыкли постоянно находиться на чеку граждане пограничники невроза здесь у многих могут быть срывы ладно вот такой вот расклад был я благодарю вас за внимание напоминаю что на следующей неделе будет пятничная акция вы можете присылать мне свои заявки вот не забываем что три раза в неделю понедельник среда пятницу вечером в 6 вечера выходит 6 всем по москве наверно в 6 по моему времени выходит рубрика а таро простыми словами простым языком по постоянно путаюсь не помню как я называю если у вас тоже есть какие-то вопросы касательно таро вы можете задавать их в последнем посте в разделе сообщества для того чтобы попасть туда вам нужно под моим видео в левом нижнем углу есть моя фотография и то как называете мой канал и эленя монотиаду нажимаете туда вас перебрасывает на мой профиль то есть на главную страничку и там по порядку идет главное видео плейлисты и сообщество нажимаете на сообщество сразу вас выпадает пост этот пост с фотографии с картинкой и кара а вот взятые из колоды эпическая таро который я очень люблю и там в комментариях вы можете написать свои вопросы касательно рубрики а таро простыми словами с огромным удовольствием вам отвечу видео формате а я с вами прощаюсь пока пока